Доброе утро, дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами закончим 1-ю фессалоникийцам, 5-ю главу. Ну, получается, все послание. Заключая их, заключительное наставление некоторые, посмотрим с вами с 25-го стиха и до конца. Братья, молитесь о нас! Приветствуйте всех братьев лапзанием святым! Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами! Аминь. Первое, о чем здесь Павел говорит, вот в коротком отрывочке 25-м стихе. Братья, молитесь о нас! Несмотря на то, что эта церковь была очень молодой, несмотря на то, что эти люди могли, ну, как бы, может быть, не понимать такой глубокой сути молитвы, ну, понятно, там 3 недели Павел у них был, и все. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, Павел обращается к ним и очень просит молиться за него. Павел считает, что, ну, так должно быть. Так должно быть. Люди должны молиться за своих служителей. И, на самом деле, получается, как, в общем-то, и в любой области. Если человек за что-то не благодарит Бога или не молится за это, то тогда начинаются в этой области обратные движения. Ропот, недовольство или равнодушие. Ну, вот такие вот вещи. Поэтому, конечно же, вместо того, чтобы, ну, как вот мы с вами говорили, что у людей есть привычка ставить служителям такие завышенные требования, рассматривать их по иному стандарту, относиться к ним по иному стандарту, чем к себе, вернее, чем к другому человеку, и уж тем более к себе. Вот такие двойные стандарты, получается, люди склонны это делать. И поэтому Павел, ну, и просто нуждаясь в поддержке и еще от одной группы людей, и, собственно, понимая вот эти вот вещи, он просит молиться за него. Вот. И написано о нас, то есть за всю его компанию. Как мы видим, Павел снова не один, снова говорит за нас, мы молитесь и так далее. Это дело доброе, дело хорошее. Повторюсь, вместо того, чтобы критиковать служителей, вместо того, чтобы думать о них всяческие плохие вещи, важно за них молиться. В конце концов, это будет способствовать здоровью в целом собрания, вот, а не разделением и каким-то вот нездоровым вещам в церкви. Недовольством, разделением и, может быть, даже бунту. Ну, и так далее. Приветствуйте всех братьев Лапзаним Святым. Вот уж, как говорится, назиданница, да? Но не будем забывать, ну, может быть, для нас, нынешних людей, для меня, например, это звучит немножечко так, ну, не то чтобы диковато, я как бы разумом понимаю, о чем здесь, но, согласитесь, непривычно это звучит. Ну, не будем забывать, что даже вплоть до самого недавнего времени это было совершенно нормально. То есть, все эти вот преснопамятные случаи с нашими генсеками, когда они там лобозались в десна, совершенно нормально было какое-то время назад, там, сто лет назад и так далее, мужчинам, которые близки друг к другу в нормальном смысле, которые друзья, которые испытывают друг к другу дружеские настоящие чувства, было нормально для них ходить за ручку, например, друг с другом. То есть, никаких мыслей ни у кого не возникало. Есть предположение, что, ну, верный слух, что называется, есть предположение, что женщины и мужчины тогда были отдельно, и, соответственно, мужчины приветствовали мужчин лобзанием святым, женщины приветствовали женщин лобзанием святым. И когда происходило иначе, когда женщины и мужчины в этом деле перемешивались и приветствовали мужчин и женщин, женщин и мужчин, то это вызывало нарекания и подозрения в неправедном, нехорошем поведении даже тогда. Поэтому, скорее всего, конечно же, это назидание, это такое обращение, ой, вернее, это слово обращено к тем, ну, вот, к ситуациям, когда мужчина и женщина раздельно. Ну, или, по крайней мере, вот, в этом вопросе они не перемешиваются. Ну, и здесь, конечно же, о чем говорится? То есть, отставляя в сторону все вот эти вот рассуждения о непривычности этого момента, о необычности, здесь, в общем-то, говорится о простых вещах, приветствуйте друг друга тепло, так ведь? И если сейчас у нас не принято это делать, лобзаться, там, то понятно, о чем речь. То есть, пусть ваши приветствия будут теплыми, они горячими, пусть они, пусть между вами будет такая здоровая, хорошая близость между людьми, близкое общение. И, опять-таки, в церкви это важно. Это важно, чтобы в церкви, чтобы церковь не превращалась просто в театр, в каком смысле? Что человек приходит, смотрит представления и уходит, не знакомясь с теми, кто рядом, никак не контактируя, ну, или контактируя просто, там, здрасте, здрасте, до свидания. Вот. К сожалению, такая практика есть и не только в больших церквях, как можно подумать, некоторые люди говорят про большие церкви, такие вещи, что, вот, мол, в большой церкви, там, люди не знакомятся друг с другом, не знают тех, кто сидит на соседнем ряду и так далее. Но, к сожалению, к сожалению, такое бывает и в небольших церквях, это все зависит от самого человека. И в маленькой церкви тоже можно отсидеться где-нибудь в сторонке, прийти молча, молча уйти, ни с кем не контактировать. Но в маленькой церкви это сложнее, то есть поневоле кто-нибудь тебе что-нибудь спросит, у тебя что-нибудь спросит, даст вопросов, попробует вовлечь себя в беседу. Но есть люди, которые, ну, так вот, и отвечают односложно, всем видом показывая, что, в общем-то, не заинтересованы в беседах, и сами вопросов не задают. Ну, понимаете, да? Я считаю, что все зависит от человека. Можно и в маленькой церкви быть одиноким, ну, так, знаете, такое одиночество, которое сам себе человек устраивает. Вот, в общем, короче говоря, Павел говорит о близости, близком общении. Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям. Ну, поскольку это было первое, скорее всего, первое из написанных посланий, то понятное дело, что практики читать это послание всем еще не было. Очевидно, что Павел за этот вопрос, об этом вопросе очень беспокоился, потому что, ну, есть у человека такое свойство, у людей, когда люди, например, ну, пусть даже и хорошие, там, и всякие-всякие, ну, тем не менее, например, какой-нибудь служитель один, второй, прочитает это послание, выберет из него то, что ему, на первый взгляд, то, что на его взгляд кажется удобным или удачным, или нужным, а остальное может просто не донести до людей. Поэтому здесь Павел говорит, чтобы это послание прочитали все, чтобы не было субъективизма, или чтобы люди как-нибудь неправильно не поняли его послание, потому что тоже очевидно, что один человек может просто что-то не уловить, не понять, понять неправильно, но чтобы Божье Слово, ну, а письмо Павла со временем, с течением времени, в общем-то, им стало, ну, как бы, это оно было и изначально, но ему присвоили, то есть все признали, что это Божье Слово. То есть важно, чтобы Божье Слово передавалось с максимальной объективностью, то есть именно таким, какой оно есть, а не таким, каким оно кажется. Это извечная проблема, вот, именно поэтому важно и в церкви цитировать стихи не по памяти, а максимально их находить в Писании, ну, и прочие-прочие-прочие вещи. Поэтому-то и верийцы проверяли за Павлом его слова, то есть они разбирали Писание и смотрели, точно ли это так, то, о чем говорит Павел. То есть это вот самая мудрая, самая безопасная, самая правильная позиция. Поэтому вот здесь вот это вот увещевание Павла, чтобы все братья это прочитали, ну, оно действительно имеет практический и очень важный смысл. И нам с вами тоже, повторюсь, важно эту практику из своей жизни не исключать, потому что, как я заметил, ну, есть много нездоровости по отношению к Писанию. Есть прямые нападки на Писание, когда человек сознательно искажает Божье Слово и пытается запутать, пытается манипулировать людьми с помощью Божьего Слова. Есть несознательные попытки исказить Божье Слово. Человеку кажется, что он этот стих где-то слышал, видел и так далее, и притягивает за уши Писание, чтобы оправдать какую-то свою теорию, какую-то мысль. И здесь важно найти это место и посмотреть, правильно ли оно цитируется, это раз, и правильно ли оно употребляется, ну, в том ли контексте. Потому что очень часто люди вырывают Писание из контекста и начинают вносить, привносить иной смысл, не тот, который был заложен автором. Это тоже огромнейшая опасность, поэтому Павел здесь вот это вот увещевание, прочитать это послание святым братьям, ну, всем святым братьям. Это отголосок идеи бережного и очень внимательного отношения к Писанию. Вот это очень важная мысль на самом деле, и я думаю, ну, внимательного, бережного и скрупулезного отношения к Писанию, потому что в Писании нет мелочей, в Писании нет лишних слов. Вот. Это исходит из мысли, помните, когда Иисус говорил, что ни одна йота, ни одна черта в Писании не придет, доколе не исполнится все. То есть Иисус говорит, что в Писании исполнится все. И если это так, то есть все до последней черточки. И если это так, то, в общем-то, важно относиться к этим всем черточкам очень внимательно. Вот. Вот вам проверка, так сказать, еще одна, да. Я сейчас процитировал по памяти, сам же процитировал по памяти местописание. Вот. И здесь проверка вашего усердия и внимательности. То есть вы можете за мной проверить. Вот. Сейчас, к счастью, есть масса инструментов, которые, с помощью которых можно найти это местописание и посмотреть, где оно употребляется и в том ли контексте. Ну, такая вот штука. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Писания Павла всегда заканчиваются, начинаются благодатью и заканчиваются благодатью. И это, на самом деле, изумительнейшая вещь. Просто беспрецедентная, не имеющая аналогов ни в одном учении, ни в одной философской школе, религиозной, религиозном каком-то воззрении, религиозной системе. Это просто неслыханная вещь, на самом деле. Если вдуматься, если вы посмотрите всевозможные учения и так далее, нет аналогов. Это просто, это что-то невероятное. Как мы уже с вами говорили, это и любовь. Ну, это любовь Бога, обращенная к нам. Но любовь такая, знаете, любовь как дар, не требующий ничего взамен. Любовь, которая обращена к нам вопреки нашим всяким и слабостям, и грехам, и прочее. То есть, это что-то невероятное, исходящее от Бога. Вот его благоволение. Помните, как ангелы говорили пастухам, когда Иисус родился? На земле мир, в человеках благоволение. То есть, Бог благоволит к людям и дал им такой вот изумительный подарок. Поэтому давайте с вами вот это все применять. А особенно слово о благодати. Жить Божьей благодатью. Надеяться на Божью благодать. Это очень важно. И принимать от Бога это благодать. Не думать, что Бог какой-то нехороший и так далее. На самом деле, Бог исполнит любви и просто невероятной любви к нам. Отец наш Небесный, научи нас, пожалуйста, жить так, чтобы слово Твое было в нашей жизни. Оно было живо и действенно. И прошу Тебя о том, чтобы мы пребывали в Твоей благодати. И просто, Господь, жили в ней. И благодарили Тебя за это. Принимали от Тебя то, что Ты нам даешь. Пусть Твоя благодать исцеляет и изменяет нашей жизни, Отец. Во имя Иисуса Христа. Аминь.